Всем привет, друзья! С вами я, Дима, 2D-Cube, и свежий выпуск новостей музыкального оборудования от MusicMagTV. Сегодня мы начнем с горячей новинки от компании Electron, представленной буквально пару дней назад в рамках берлинского мероприятия Meet the Machines. Новый грувбокс, получивший название Model Cycles, продолжает линейку бюджетных аппаратов Model и представляет собой шестидорожечный FM-синтезатор с секвенсором, параметр-локами, рандомизаторами и прочими фирменными электроновскими прелестями. На борту машины имеется шесть движков на выбор. Это Kick, Snare, Metal и Perk для создания ударных и перкуссии, а также тон и корт для гармонии и мелодий. Движки можно будет выбирать самостоятельно и самостоятельно же загружать на каждую из шести дорожек. Хотите шесть бочек используйте, хотите наоборот только мелодий и гармоний. Управляется каждый движок с помощью четырех уникальных параметров, что делает новую машинку доступной практически для всех, включая даже самых, что ни на есть, зеленых новичков. Действительно, заблудиться в четырех ручках, каждая из которых ощутимо воздействует на звук, думаю, будет практически невозможно. Ну и самое прекрасное, это, конечно, цена грувбокса, которая, по заверению специалистов, будет составлять всего-навсего 300 евро. Ну, практически шведский ответ Ули Беринджеру получается. Подробнее ознакомиться со звучанием и возможностями машинки можно на официальном сайте компании Electron, а также в свежем видео от YouTube-канала Redmin's Recording. Обе ссылки будут ждать вас в описании, ну а мы двигаемся дальше. Ну а дальше у нас новости от нашего соотечественника Романа Филиппова и его компании Black Corporation, базирующейся в Японии. На днях Роман представил обновленную версию своего замечательного полифонического аналогового синтезатора Decards Dream MK2. Синтезатор Decards Dream, если вы не в курсе, является вольной копией легендарного Yamaha CS80, который использовал, например, тот же Ван Геллис для создания саундтрека к культовой кинокартине Blade Runner. Полная версия синта при этом должна стать чуть легче и компактнее оригинала, то есть версии MK1. Ну а также здесь появилось и несколько дополнительных регуляторов, например, для управления режимами сустейно-огибающей. Стоимость Decards Dream MK2 при этом составляет около 3800 долларов, но оформить предзаказ на синтезатор можно уже сейчас. Почему так дорого, спросите вы? Ну, на это у нас есть видео-ответ, то есть полноценный обзор первой версии Decards Dream с примерами звучания, ссылка на который будет ждать вас в верхнем правом углу. Посмотрите, послушайте и вы все сами поймете. Звучит машина просто завораживающе. Переходим к новостям для самых пытливых умов. Помните, наверное, январское обновление протокола MIDI до версии 2.0, о котором все очень много говорили, но никто так толком и не смог объяснить, что же в нем хорошего, ну кроме, пожалуй, наличия 256 MIDI-каналов вместо 16 стандартных. Так вот, если вы всерьез занимаетесь MIDI-коммутацией и такие слова, как MIDI-канал, Control-Change-сообщение, демпинг или NRPN вас не пугают, то тогда вперед по ссылке в описании. После регистрации на официальном сайте разработчиков MIDI вы сможете скачать подробнейшие спецификации нового протокола и самостоятельно изучить новые возможности. Но для тех, кто MIDI ассоциирует исключительно с нажатием кнопки Learn в DW или по вратам крутилок контроллеров, я, пожалуй, поясню. Главных преимуществ у обновленного стандарта MIDI имеется два. Первое — это сильно выросшая точность и разрешение передаваемых данных, которое сможет сделать исполнение, например, на цифровом фортепиано еще более естественным. Но вот, например, до сих пор инструменты могли физически распознать только, ну, максимально 128 градаций силы удара по клавиши. Ну а теперь в новой версии MIDI их будет около 4000. Неплохо, правда? Ну а второе — это, конечно, двусторонняя связь, при которой два подключенных друг к другу MIDI-девайса будут друг друга автоматически узнавать и отправлять в обе стороны все необходимые данные. Это может привести к тому, например, что контроллер научится автоматически мэпиться на выбранный мышкой плагин, а железные сантазаторы сами будут синхронизироваться друг с другом, включая темп, MIDI-каналы и вот это вот все. Осталось только дождаться выхода в свет всех этих новеньких приборчиков, а также обновлений софта, которые, как мне кажется, будут ждать нас уже в этом году. Переходим к новостям инди-рынка. Ну а здесь, пожалуй, начнем мы с девайса под названием Dwarf, то есть Gnome от компании Mod. На первый взгляд, штуковина это напоминает обычный гитарный стомп-бокс. Однако при более детальном рассмотрении, Mod Dwarf оказывается куда более любопытным девайсом. Дело в том, что движок устройства, основанный на технологии Open Source, по сути, позволяет загружать в память педальки любые типы пэтчей, от гитарных педалей и виртуальных кабинетов, к чему мы, в общем-то, привыкли, до полноценных синтов, управлять которыми можно будет по MIDI или USB. Синтезаторы и эффекты здесь при этом объединяются в цепочке, но число доступных к загрузке плагинов постоянно растет, благодаря открытому программному коду. На данный момент библиотека, например, включает уже около 300 плагинов. Среди них имеется 115 гитарных кабинетов, 180 эффектов, 30 виртуальных инструментов и 30 MIDI-эффектов. Пэтчи для Mod Dwarf, кстати, можно собирать с помощью специального приложения для PC и Mac, но можно и прямо в педали. Что касается стоимости машинки, то она на данный момент составляет всего 270 долларов. Ну а подробно ознакомиться с проектом и оформить заказ можно на официальной Kickstarter-странице, ссылка на которую есть у нас в описании. И еще одна новая педаль эффектов – «Микрокосм» от компании «Голограмм Электроникс», которая описывается производителем примерно как набор эффектов для любителей приключений. «Микрокосм» содержит стереофонический лупер с памятью на 60 секунд, а также 11 типов эффектов, которые помогут не только обработать звук всякими привычными фильтрами, хорусами, дилемами и прочими привычными эффектами, но и не кисло так развлечься с записанными лупами, нарезая их, например, на слайсы или гранулы, переставляя кусочки местами, растягивая запись во времени и так далее. Управляется это все как прямо с панелей, так и по MIDI. Также здесь имеется и память для сохранения пресетов и записанных петель. Что касается стоимости «Микрокосм», то она составляет 450 долларов. И, наконец, мини-новость для всех фанатов карманного синтезатора OPZ от TNH Engineering, который хоть и мало да удал, да, только в освоении ой как непросто. Действительно, запомнить все комбинации клавиш и функций, которыми просто напичканы этот малыш, на первых порах бывает ну очень непросто. Я сам до сих пор периодически нет-нет, да и в мануал заглядываю, когда с ним работаю. Шведы в этом смысле придумали хитрый ход, который, по идее, должен облегчить работу с девайсом, а именно специальное приложение для смартфонов, которое, по сути, работает как внешний сенсорный экран OPZ. Однако есть и другой, куда, на мой взгляд, более простой и изящный ход. Обычная наклейка на переднюю или заднюю панель синта, с описанием всех его функций и шорткатов. Продаются такие наклейки на сайте oversynths.com и стоят приблизительно по 30 долларов каждая. Ссылка на магазин с наклейком есть в описании, ну а если у вас еще нет OPZ, а очень хочется, или может даже хочется какой-то другой синтезатор, или звуковую карту даже, то ждем вас в гости в наши шоурумы Synthesarium by Music Mag, в которых поболтать с продавцами можно и железо потестить, ну и, конечно, все это купить. Ну а если вы скажете, что пришли от меня, то есть от DIMA2DKUBA, то вы еще и приятную скидку на любую покупку получите. И не говорите потом, что я вас не предупреждал. На очереди новинки софта. И здесь стоит начать с интересного обновления Reason под номером 11.2. Reason Studio, если вы не забыли, теперь умеет работать в качестве плагина внутри любой DW. Но в новой версии софт научился, наконец, выдавать MIDI-сигналы наружу. Это обозначает, что теперь мы сможем использовать различные встроенные в Reason Studio арпеджиаторы, ладовые пресеты, секвенсоры и прочие MIDI-прибамбасы для контроля вообще всего чего угодно, например, сторонних плагинов или железных синтур. Встроенных в Reason плагинов при этом имеется немало, да и стоит стартовая версия Reason смешных денег, всего 100 баксов за 33 плагина, готовых к использованию в вашей DW. Если интересно, то подробности, как обычно, ищите, переходя по ссылке в описании. Ну а мы двигаемся дальше. Следующая софтовая новость от компании Arturia, которая на днях решила завернуть все свои эффекты в полноценный набор и продать нам вот прям так вот с копом. Набор при этом называется FX Collection и включает 15 фирменных эффектов, среди которых имеются компрессоры, предусилители, фильтры, дилей и ривера. Те самые, которые you'll actually use, то есть, которые вы будете использовать. Стоит этот наборчик на раннем этапе, то есть сейчас, около 300 долларов. Ну а подробнее познакомиться с плагинами, послушать демки и прочее, можно на официальном сайте компании. На очереди новость из мира мобильных технологий, а именно приложение Jam Pro для iPad, разработанное самими Cold Cut и Ninja Tune. Приложение это представляет собой прокачанную версию другого фирменного виртуального инструмента, Ninja Jam App. Однако в Jam Pro, в отличие от предшественника, вы сможете использовать и свои собственные сэмблы, записывая их напрямую с помощью микрофона или загружая с других приложений. Использовать приложение, по словам создателей, лучше всего для секвенсорных экспериментов или даже лайф-перформансов. Ну а при желании, с помощью Jam Pro можно будет даже создавать полноценные треки. На данный момент стоимость Jam Pro составляет всего 10 долларов, вместо стандартных 20. Ну а скачать его можно уже сейчас. Ну и напоследок, я напомню, что помимо этого YouTube-канала, у меня недавно запустилась и своя собственная школа создания музыки, в которой я на следующей неделе планирую провести онлайн-семинар, посвященный техникам дописывания треков. Уверен, что эта тема является актуальной для многих из вас. Просто проверьте прямо сейчас свою папку с демками или пошерстите паттерны на железе, но потом вспомните, как долго они уже у вас там лежат недоделаны. Вот, собственно, об этом, то есть о том, как уже избавиться от этих чертовых демок и доделать их, мы с вами и будем говорить. Я расскажу вам о своем собственном опыте доделывания, который довольно-таки нелегкий, скажу вам прямо, а также покажу несколько техник, которые помогут справиться с прокрастинацией и выйти, наконец, из лупа. Состоится мой вебинар 9 марта, аккурат после праздничков, но занять свое место в нем можно хоть сейчас. Просто переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. Ну и, конечно, если вам понравился этот выпуск, то не забывайте ставить нам лайки и подписываться на канал. Также я приглашаю вас подписаться и на свой собственный YouTube-канал «Школы», ссылка на который будет ждать вас в верхнем правом углу. Ну а на этом на сегодня все. Желаю теплой весны, вдохновения и, конечно, жирного баска и крутых релизов. До новых встреч, друзья. На связи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok